Леша, как ты, находясь там в Штатах, насколько ты согласен с такой позицией, которую сейчас проецирует новая администрация? Смотрите, политика демократов это в значительной степени демонстративная политика была, политика лозунгов, меньше дел и очень много кулуарных договоренностей с теми же Ираном, с Россией и так далее. А в отношении Европы политика была такая, есть евроатлантическое единство и мы обеспечиваем безопасность Европы и нормальные торговые отношения. Сейчас пришли к власти в Америке, приходят реалполитики, так называемые. У них концепция совершенно другая, Европа это остров, который сам должен обеспечивать свою безопасность и сам должен обеспечивать свою экономическую состоятельность, не за счет американцев. Главный вопрос сегодня следующий, насколько этот тренд в американской политике? Это системный тренд, который будет двигаться в ближайшие 15-20 лет или это флюктуация в виде Трампа и Венса, который пробудет 5 лет и потом демократы снова придут к власти и все будет как раньше? Очень много людей в Украине и в Европе сегодня надеются, что это флюктуация, надо 5 лет перетерпеть, а дальше все будет снова хорошо. Но я думаю, что этот поворот достаточно долгосрочный, вне зависимости даже личности Трампа и Венса. Это поворот к реалполитик, потому что власть назовет американцев заботы о Азиатско-Тихоокеанском регионе куда больше, чем Европа. И 70 лет счетов, которые оплачивались, 80 уже с 45-го года, когда американцы говорят так, мы защищали Европу, а европейцы еще смеют хвастаться высоким уровнем образования медицины и социального благополучия, забывая про то, что они не тратили огромные деньги на военные расходы. Мы им обеспечивали это. И это вот реалполитик, люди из реалполитик так говорят, они говорят, и это время прошло. Европе нужно заботиться собственной безопасностью, собственной экономикой. Мы больше никого спонсировать не будем, мы будем, живите сами, думайте сами, мы будем вмешиваться в ситуации острых кризисов. И то не сразу. Сделал выводы, так сказать, после оценки всей всей ситуации. Перед Европой это ставит очень серьезные вызовы. Какого рода? Первое, собственная безопасность. Второе, экономика. Безопасно, ну инновации я бы еще сказал, потому что все, что есть у Запада, это технологическое преимущество. Вопрос удержания и развития Европы технологического преимущества, это очень открытый вопрос. Очень открытый, причем болезненно открытый. Потому что всерьез говорят уже очень многие, что и Китай, некоторые другие страны азиатско-техьянского региона скоро опередят Европу в ключевом европейском ресурсе, то есть в технологии. Что такое безопасность Европы? Европейская армия де юре существует, де-факто ее не очень есть. Значит, вопрос безопасности Европы это вопрос введения, возможно, поста министра обороны ЕС и дальнейшего усиления и создания Европейской армии. Больше всего, наибольшими сторонниками этой идеи является президент Макрон и вообще французская школа, школа геополитической мысли. Они хотят пост министра обороны, Макрон рассматривает его, говорят специалисты французские, себя на роль министра обороны Евросоюза после Франции, после того, как он перестанет президента Франции. И для них это тема номер один. Они очень хотят Европейскую объединенную армию, где французская армия займет достойное место, потому что это крупнейшая европейская армия с развернутыми сухопутными войсками. То, чего практически нет у других стран Европы. Это означает, что старые разговоры, возобновление старых разговоров о старой и новой Европе или западной и восточной Европе. Где место восточной Европы в общей системе европейской безопасности? Вот вопрос, который перед нами встает, перед Польшей и перед Украиной. Меня, честно говоря, мало волнует проблема окончания этой войны. Так или иначе будут какие-то территориальные уступки, так или иначе будут созданы те или иные, законсервированы те или иные угрозы, на которые придется отвечать. Меня интересует место Украины, соответственно Польши и вообще восточной Европы в общей системе коллективной безопасности в Европе и восточной Европе. А то, что она прежней уже никогда не будет, вне зависимости от Трампа, не Трампа. И то, что ее придется сейчас сконструировать заново, это однозначно. Для меня идеальная ситуация, которую я очень бы хотел. Это ситуация, когда Европа и Украина и вся восточная Европа в рамках интермариума, первое, осознает свои общие интересы, второе, начинает совместно над ними работать. Для того, чтобы, когда встанет вопрос об архитектуре этой безопасности, мы имели полный голос, с которым нельзя не считаться по объему наших совокупных ресурсов. И, например, перспектив в развитии ВПК, технологий и объединения военных сил, объединения хотя бы на уровне калькулятора. Сейчас речь идет. И второе, чтобы мы экономически, наша экономическая мощь соответствовала нашим геополитическим задачам. Проблема ключевая для меня вот что. Вот ключевой вопрос для Восточной Европы, для Украины и Польши. Соответствует ли наша экономическая, военная, технологическая мощь тому месту, которым мы реально занимаем на карте, на разломе геополитических плит, европейской и азиатской. И второе, для выполнения тех задач в общей системе безопасности, которую мы видим, и как мы ее видим, это еще вопрос. И третье, как мы видим свое место в этой системе безопасности, кто мы, Восточный Вал, Ночной Дозор, как это видят французы, как это видят немцы, как это, в конце концов, видит Трамп, как это видят россияне, как это видят китайцы, индусы и так далее, и так далее. Сейчас наступает время борьбы за наше место. Наша, эта борьба сводится к трем вещам. Первое, осознать. Второе, объединить интересы. Третье, соответствовать своим потенциалам всесторонним, экономическим, военным, интеллектуальным, технологическим потенциалам, демографическим, всеми видами потенциалов, соответствовать тому месту, которое мы нарисуем. Что бы ни оказалось, как обычно бывало в истории Украины, и как то, на что намекает Пан Яцык, когда говорит, что его и его интеллектуальное окружение не удовлетворяет форма и система реформы вооруженных сил Польши. Они хотели бы большего и иного, в том числе с опытом Украины и Российской войны. Так вот, наша украинская беда системная, что мы всю дорогу пытаемся проводить политику, которая не обеспечена. Мы рисуем себе заоблачные карты, которые не обеспечены. Вопрос, что мы можем сейчас, что нам надо мочь в будущем, чтобы занять достойное место в этой системе коллективной безопасности, чтобы за нас обычно не решали, как обычно за нас не решали. Старая Европа, Америка, Россия, кто угодно. Это ключевой вопрос сегодня нашей самостоятельности, суверенитета и способности обеспечить свои права. И здесь для меня ключевой вопрос, это насколько Польша, Украина и шире Интермариум сможет выстроить паритетные отношения внутри себя. И осознать и представить общие интересы, потому что суммарно мы намного сильнее и имеем на более серьезный голос и влияние на все эти процессы указанные, если мы строили бы это по одиночке. И я горячий сторонник, вы знаете, максимальной интеграции в пределах Интермариума. В первую очередь Союза Украины и Польши.